Ну что, друзья мои, всем привет! Вы снова на YouTube-канале Мусорщик. С вами Витёк на связи. Ребятки, YouTube-канал про свалку, про людей, которые на ней живут, про всё то, что можно на ней найти, как на этом заработать деньги. Но сегодня для вас я приготовил необычный контент. Приготовил его я не один, с моим другом Максимом. Канал у него тоже есть на YouTube, называется LM. Ссылочку для вас я оставлю в описании, поскольку вас там ждут очень интересные, увлекательные ролики. Совместно с Максимом мы решили замутить проект «Жизнь на дне». Нет, неправильно немножко я говорю. «Жизнь на свалке или игра на выживание?» Нет, «Жизнь на дне или игра на выживание, ребята». Игра действительно будет на выживание, поскольку сейчас зима, январь месяц, и Максим добровольно подписался в этом во всём участвовать и пройти тяжёлое испытание на выживание на свалке, в лесу, без ничего, с ночёвками. Да, с ночёвками, друзья. Ну, в общем-то, обо всём по порядку. Будет много серий. Будут серии от моего лица, будут серии от Максима лица. То есть, смотрите мою серию, а затем переходите смотреть «Эмоции Максима» к нему на канал LM. Ссылочка, как я уже сказал, в описании. Друзья, в общем-то, очень много я рассуждаю. Давайте уже перейдём, наконец-то, к видеоролику. Надеюсь, вам такой контент понравится. Это настоящее реалити-шоу, максимально приближенное к реальности, друзья. Это трэш-экшен, это ужас, это ужас нашей жизни. Итоги я подведу в пятой серии, и всё то, чего захочу вам сказать и пожелать, обязательно выскажу. Каждый день вас ждёт новый видеоролик. Поставьте лайк, подпишитесь, если вы не подписаны. Также подпишитесь на канал LM, он очень сильно старается и ждёт ваших подписок. Они ему нужны, как никогда, в поддержку. Ну что, погнали. Тут уже снимают. И у меня снимают? Да. Остановись. Всё, там нас видно, тут нас видно. Повернись в камеру. Так, стой, ты в свою становись, а я в твою. О, декаты, а ты там есть тоже, да? Есть, есть. Так, посторонних нет? Никого нет? По центру ставим. По центру ставим. Так, у тебя уже ушёл в край, видишь? Всё нормально, не трогай. Всё. Так, сразу я скажу про свой, потом ты про свой канал скажешь, я прервусь. Да, мы вместе скажем. Да, вместе. Поехали. Друзья, всем привет. На YouTube-канале Мусорщик. Ребята, сегодня мы запланировали одну классную идею. Это такое социальное реалити-шоу о том, может ли обычный человек приспособиться и выжить на свалке. Со мной мой друг Максим. Мы, ребята, приехали на самую большую свалку в лес, где живут люди в лесу. И Максим подписался на обалденную идею здесь выжить. Выжить, не знаю, построить дом, тут кушать, зарабатывать. В общем-то, он попал. Ребята, на диване было проще лёжа согласиться ехать сюда. Ближе подъезжая, всё, начинается сердце. Как, что, как здесь. Такие размеры свалки, да. Это будет замечательный, классный контент. Друзья, делитесь нашим видеороликом в своих соцсетях. Короче, ладно, давайте к сути ближе. Максим ещё не знает, но я ему сразу поставлю первую задачу. Тебе же надо где-то жить. Тут есть люди. Хочешь попросить на ночёвочку? Хочешь попросить покушать? Еды у него тоже, кстати, нет. Ни еды, ни жилья. Я бы в первый день на его месте строил жильё в лесу. Ну, нереально, но надо пробовать. А то все в комментариях пишут, что тут такого жить в лесу. Сейчас посмотрим, как с этой задачей справится Максим. Я его ещё к местным жителям не водил. Грубо говоря, он тут человек вообще новый. Ну, Макс, рассказывай, что думаешь? Да, судя по тому, что может ли человек вообще в такой ситуации оказаться? Может. Как? Опустить руки или как-то выкарабкиваться с этой ситуацией? Как-то дальше жить, стремиться, питаться? Я не знаю. Ну, познакомимся. Я думаю, всё получится у нас. Заранее забегаю вперёд. Я буду Максима навещать только, грубо говоря, утром и вечером. Маленькими вот частями. Смотреть, как он провёл дом. Всё остальное он будет выкладывать на свой канал. Как он тут живёт, кушает, ночует я вообще. Сейчас зима, чтобы вы понимали. Сейчас на улице. Ну, сейчас не сильный мороз. Минус два. То есть я ему сочувствую. У него есть валенки, есть костюм. Всё. Всё на этом. Романтика закончилась. Так что, ребята, смотрим на моём канале. Я буду навещать Максима. На его канал ЛМ переходим смотреть, как он тут обитает. Так. Жизнь в лесу. Смотри, вот, как живут люди вообще вживую. Ты так сможешь? Нет. Чего? Ну, это же не серьёзно. Чего? Ну, смотри, дрова, бочечка. Ну, домик. Ну, как не серьёзно. Макс. Мне кажется, я посолиднее бы жильё придумал. Ну, а как ты собрался неделю тут выживать? Так и будет. Спрашивай, есть кто-то дома. Ребята. Двери. Здоровенько, друзья мои. Извините, мы без приглашения к вам. Куда он полез? Ты куда? Эй! Там есть кто-то спит? Это Витя, вылазь. Я уже слышал, залез. Меня всё равно не поднимается. Сейчас выйдут потихоньку. Люди спят, а что? Одиннадцать часов утра, а что не поспать? Макс, ну надо место наметить, где будем дом строить. Смотри, какой лес. Красота. Я вчера лежал на диване, пил кофе с пряниками. Смотри, люди Новый год отмечали, видишь? Ёлочку нарядили. А сегодня ты меня ставишь такие условия просто. Ты справишься. Я думаю, да. Друзья мои, ну вылазьте. Ну, ходите кто? Одеваются? Хорошо. Короче, мы тут. Мы вас тут посидим. Так, мне надо с вами человека познакомить. Его Максим зовут. Очень приятно. Он хочет ближайшие... Да, Алёна. Алёна, он хочет ближайшие пять дней пожить в лесу. Самостоятельно. Ну, как бы ему надо поддержка какая-то по-любому. Мне же надо его с кем-то познакомить хоть чуть-чуть. Ой, я тебя перебил, извини. Ну? У меня отец депутат. Вот, мать, своя сеть ресторанов. Ну, я очень богатый человек. Ну, у меня хватает денег. Но я решил оказаться на дне добровольно, самовольно. Получится у меня нет выжить или сдохнуть здесь. Похожий фильм был такой про принца. Если помните, да. Как назывался? Миллионер из Турщева? Да. Да? Да. А вот мы с вами вечерком при костерке включим этот фильм, да? Сядем и будем нас ждать. Конечно, на телефоне. Алена, поможешь ему? На это смотрите. А где посидеть? А вот это вопрос. Это первый вопрос. Это уже сам пусть думает, где ему постелить. Постелите? Постелите у себя. Ты начни с самого приятного. А, да. У меня есть для вас какое-что. Зимнее яблоко. Если вы не бросьте. Богатый человек. А я... Ну, с простыми напитками. Получше. Понимаю. А-а-а. Ладно. Ты тут столько людей живешь? Людей тут очень много живет. Как первое знакомство, первое впечатление. Убиваются еще один. Иду подсечаться. Музачок, смотри, людского. Ох, ребята. Тут Лена живет. В Оливарии. Там раньше большой дом стоял. Сломали его. Не знаю почему. Лена. Лен. Привет, Ленок. Подписчик, подписчик приходит. Лена, привет. Ленуся. Какой у нас Максим общительный? Лен. Ну, ходи сюда. Че ты с тобой? 12 часов. Выходи. А ты с кем, Лен? Я к тебе. Давай. Лен, давай по 50. Это не наша тема китайская. Привет. Ой, блядь. Кто приехал? А я тебя знакомить с человеком привез. Да. Он на добровольной основе хочет пожить 5 дней в лесу. Поживаю, не даю, блядь. Так ему жить негде. Зима же. Не, ну он сам будет строиться. Но если что, поможешь чем-нибудь? Помогу. Если не получится. А чем поможешь? Ну, не знаю. На ночлежку, может, пойдешь к Лене. Покушать, может, даст тебе чего-нибудь. Так, Лен. Тебе не холодно? Холодно, так что? Одевайся. Почему меня спасили, блядь? Это я. Ну ты. Меня Максим зовут. Меня Лена. Лена, а так у тебя вот сегодня что-нибудь покушать есть вообще? Есть. Если Максиму не удастся найти ничего на валу, угостишь? Смотри, что Лена курит. А чем, если не секрет? Кен. А не надо нам рекламы эти сигарет. Гадость. Так пачка 4.15 стоит. Гадость. Чем угостишь? Сейчас не съем пока. Ну а к вечеру? Что-нибудь найдешь. Будешь, Макс, есть жареные шишки? Ха-ха-ха. Серьезно? Ой, не знаю. Мне весело, мне весело. Да, Лен? У меня нормально. А у меня? Ну нормально, наверное. Раз, если в лес попасть, блядь. Кто знает, не убежишь ли ты на следующий день? Да. Ладно. Макс, Макс, смотри, у людей есть закатки, если что. Можешь попросить, может, они с тобой поделятся. Смотри-ка. Театральный бинокль. Цацка, да? Ну, это людей. Спросим, может, подарят. Ты уже уезжаешь, честно? Нет, нет. Как у тебя прошло знакомство? Висе, не уезжай, а? Я не уезжаю, я до вечера. Нет, не, шхана будет. Я тебя буду контролировать, честно. Но с тобой туда не пойду, сам будешь там бодаться. Хорошо. Как прошло знакомство с местами? Нормально, они, короче, добрые люди. Мне понравилось, честно. Да. Такие светлые, чистые, но никаких издевок, никаких там подвохов. Поэтому я думаю, все получится. Слушай... Моя задача полностью выполнена. Твоя задача идти найти себе еду, строй материалы, ну и чтобы было вечером где поспать. А ты когда приедешь? Ну, начнет смеркаться, я думаю, ты сам вернешься. А я тебя тут буду поджидать, не переживай. Ну что, я пошел? Респект, удачи. Так, ну что, друзья. Не знаю, Максима не видно. Я уже подъехал к лесу, грубо говоря. Я поехал, покушал, в тепле, хорошо все. А Максим где-то на свалке, я не знаю. Я прошелся по лесу, местных спросил, сказали, нет, не возвращался. То есть, значит, его, скорее всего, приняли неплохо. Ну, либо подбили фингал. Ну, раз не выгнали, уже хорошо. Короче, ждем пока, уже как бы вечер. Я думаю, что он должен скоро появиться. Очень надеюсь, что он насобирал каких-нибудь досок, поддонов, дверей, с чего он будет дом строить, какого-нибудь утеплителя, ковры, там, не знаю. Сам не знаю, честно, нашел ли он еду и какие у него вообще планы. Он, может, просто зашел на свалку, прибыл в шок и потерял сознание. Надеюсь, что это не так. Короче, ждем нашего бомжика Максима со свалки. Все, покажу и расскажу. Друзья, собака увидела человека, идущего со свалки и так скулит, радуется. Думает, ей есть и принесут, что это ее хозяин. В надежде скачет довольно. А это идет наш Максимка. Вряд ли, дружок, он тебе даст пожрать. Он бы себе хоть бы пожрать нашел. Сейчас посмотрим. Вот он, Максимка, ползет, ползет. Сейчас узнаем, как тут что. Макса, ну что, ты живой? Я тебя задолбался ждать. Стой, ну стой. Я мокрый. Ну подожди, ну постой, расскажи, что ты набрал. Короче, сразу они подумали, что я их какой-то начальник, бригадир. Ну у тебя форма такая. Я им все говорю, да, я ваш бригадир. Я там показывал, куда самосвалом высыпаться. Ты что, придурок? Серьезно? Потому что так бы по-другому не получилось. Потом это начальство ехало на бусе. Ага. Останавливает, потом замедлились, на меня смотрят. А я телефон руку, типа мне звонят. Показываю. Едь туда надо. Не, они поехали дальше. Ну ты актер. Короче. Какое у меня было задание? Я забыл. Тебе надо было дрова со жрачкой и стройматериалами насобирать. Ну дрова. Видите, какая жрачка, какие материалы, смотрите, сколько добра. Смотри, это только медь. Ёмор. Это где-то 5-7 по-любому. Блин, да я не каждый раз столько собираю. Да ну нахуй. Смотри, сколько добрища, все новое. Офигеть. Ну это на барраколку понятно. Так все ерунда. Ну молодец, медяхи наврал. А где ты спать будешь? А что ты жрать будешь? Я возле костра с такой медью, рядом помешок под голову положу, буду спать. Ну ты неадекватный вообще. Ну блин, хоть бы досок набрал, ну реально, что ты вообще не... Ладно, разберемся. Трындец. Короче, с одной стороны шок, а с другой стороны кайф. Вот так скажем. Ладно, ночь впереди, все покажет. Да. Так ну что, сейчас мы пойдем, что, медь твою палить или что? Ну давай, ладно, покажи находку ближе уже, потолку. Реально интересно. Первый день на свалке человек не набрал ни еды, ни дров, ничего. Охрен, променял все на медь. Э, какие-то гайки посыпали. А нафига ты гайки брал? А это я не брал, блядь. Это плач. Неплохо. Смотри, коврик с машин новая. Бро, Макс, ну ты, конечно, жесть вообще пособирал. Так Витя, что там было брать? Смотри, нас кинуло. Ну тебе в лесу пригодятся. Смотри, ложка. Мельхиоровая. Ну. Нормально. Ножик что, меня порадовал, да? Реально этот ножик тебя порадовал? Ну. Да-ка цена вопроса, рубль. Да, не, пятерка. Пятерка. Ну и мех меди. Мех меди. Планы, планы, Максим, какие планы? Я хочу домой. Я хочу домой, нет, домой ты не поедешь. Давай, ладно, я тебя по дружбе один раз покажу, как провода сжечь. А ты уже потом разберешься, может водителю какому потом на роллтон поменяешь. Ха-ха-ха, блин, дичь, дичь. Пока Максик перебирает свои находки, я так смотрю, что он еду нашел сегодня, друзья. Да, соленый будем сегодня есть. Больше ничего не было запаковано. Что это за хрень такая? Какая-то китайская дичь. Жесть. Сочувствую я тебе, я не знаю, что ты есть будешь. Носки новые. Вот носки тебе ночью пригодятся, я тебе отвечаю. Стикет. На нос натягивать. О, спасибо, спасибо. Сейчас будем Максу месть показать. Лена, у тебя добра нету? Нет. Лошки тебе. Ты что, целыми днями лежишь? Нет, как вы. Похожу, похожу. В тапочках. А Максик у нас в валенках. О, медяшечка разгорается потихонечку. Не хз себе Максимка тут пожарик устроил. Трындец просто. Лена, были бы мы в печали. Что это? Это, что это, Лена? Это табак из Италии. Нам завозят сюда. Ты с ним поделилась? Ну конечно, что. Ну, молодцы. Какие люди в лесу живут? Самое светлое, самое доброе, самое откровенное. Разбогатеешь, приедешь, отблагодаришь. Хорошо. Я понимаю, что ты не докурился. Отдай человеку самокрутку. Все. Да, Ленка сказала, кури. Давай, рай закончен. Отдать тебе говорю. Передавай сам. Будешь ли? Конечно, будет. Скурил у человека. Да, хорош. Не, ну глянь ты, а. Лена, ну у тебя французский маникюр, конечно. Ну что сказать. Весьма, весьма неплохо. Я думаю, что три точно будет килограммчика. Давай, давай. Максик себе ничего не настроил, короче. Медь выпалил. Не знаю. Вот Васе его в гости веду. Правда, Вася на валу. Он его на валу встретил. Сказал, часа до шести. Посмотрим, что Вася начал стройку или нет. Заодно. Вася, ты меня в гости приглашался. Пригласил тебя в гости? Да, я жал, что вы жите. Да, брат. У Васи, короче, ничего не поменялось. У Васи ничего не поменялось. Слушай, ну смотри. А он там что? Ну, это дом. Ну, это ж не Васин. Это дом, большой, нормальный дом. Что это? Не знаю, тебя туда не пустят, наверное. Но можешь попроситься. Короче, так вот живет Вася. Смотри, поролоны, досок наносил. Тут где-то ставил горшок с гвоздями тебе, может, пригодился. Часики. Васьки нет. Вон горшок с гвоздями. О, это я ему когда-то подгонял горшок с гвоздями. Они где-то лежат. Но так ничего не построил. Короче, не знаю. Может у него попросить три материала, что-то себе сколотить, наверное, или нет. В избушку на курьих ножках. Видите, что-то темнеет. Да-ка что делать? Не знаю, бери вот одеяло, костер распаливай. А, стой, перебью тебя. Прикинь, привезли, короче, мебель. Ну. Самосвалы. Я глядь, подбегаю. Ну, стою сбоку, смотрю. Стулья венские, советские. Ну, 50-60 годов. Бах-бах, следом, и все под одну. Прикинь, все сгорнули везде. Дорогие они, что ли? Ну, рублей по 60-100. Да ладно. Это круглые они, которые? Или нет? Ну, не круглые. Ну да, круглая сидушка. Да, видишь, тебя свалка быстро поглотила. Ладно, пошли искать ночлег. День или колбасу резать будешь. Хорошая находка. Все, друзья, я уже переоделся. Я оставил Максима. И, кстати, он сегодня встретится с Васей. И все это запишет вам в видеоролике на своем YouTube-канале. Вот, переходите, посмотрите на эту встречу вообще, на это общение. Как будет проходить его ночь, как будет проходить его реалити. Да, наши видео отчасти будут немножко похожи. Во всяком случае, первая серия так точно. Поскольку это вступление, начало, знакомство. Тут все вроде бы одинаково, друзья. Вот, переходите, смотрите к нему на канал встречу с Васей. Как они проведут совместный вечер, может, ночь. Я даже не знаю, что там будет твориться. Вас все ждет на канале ЛМ. До новых встреч. С вами был Витек Мусорщик. Ну, а завтра у нас вторая серия. Вы готовы?